ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он написан Достоевским как светлый образ, как носитель каких-то широких, просветленных взглядов на мир, на человеческую судьбу, на отношение человека к вечности, к Богу, к судьбе мира. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Потому что есть существенная разница между амбросием реальным и историческим и тем образом, который создало творческое воображение Достоевского. Тем не менее, между прототипом и вот этим образом есть связь. Ну, про общину пусть, наверное, вы все слыхали. Недавно был несколько раз повторен документальный фильм по телевидению об этом монастыре. Вскоре же он был передан Русской Православной Церкви, теперь его реставрируют. Он не был типичным, он был исключением в истории нашей церкви. Именно поэтому туда стремились представители культуры. Там были и Хомяков, и Киреевский, и Достоевский, и Соловьев, и Лев Толстой, и Леонтьев, и Булгаков, и многие другие. Не в иные монастыри, а именно в этот своеобразный удивительный центр стремились люди. В одном из номеров сборника литературного «Прометей» вы можете прочесть статью известной поэтессы Надежды Павловича, которая впервые печаталась в сущего времена блога «Оптина пустынь. Почему туда ездили великие?» Она работала в «Оптиной пустыне», она застала последнего оптинского старца, и рассказывала мне о своем впечатлении, которое она вынесла от встречи с этой удивительной личностью. Так вот, в этой статье Павлович перечисляет многих из тех, кого я здесь не назвал. В чем же дело? Дело в том, что «Оптина пустынь», в отличие от многих других монастырей, была открыта проблемам окружающего мира. Старцев и вообще насильников этой обители волновали те проблемы, которые волновали культурные слои тогдашнего общества. И именно поэтому и Толстой, и Достоевский могли обсуждать со старцами не только свои личные проблемы, но и общенародные, общекультурные проблемы. Да, это было исключение. И вот именно потому Достоевский создал свою Зосиму, оглядываясь на «Оптину пустыню», видя в этом, как бы, открытый вариант, открытое понимание православия, открытое понимание христианства. Но в том же монастыре, который описан в романе, мы видим другого человека, старца Ферапонта, прославленного аскета, могучего старика, который ходил в босынки, припоясанного, как нищий солдат с пешенельки, который ненавидел старца Зосиму, который даже в день его смерти не постеснялся прийти и обличать его перед ему гробом. Не буду вам все это пересказывать, потому что все вы читали, или должны были читать, кто не прочел, прочтите этот великий роман Эпопеев. И вы увидите там, что в рамках одного православия, одной церкви, одной культуры, одного монастыря сталкиваются две, причем сталкиваются очень резко, две, как бы, совершенно антагонистические стихи. Вот этот феномен, описанный великим писателем, и дает нам, как бы, первые наметки, что внутри христианской культуры не все однообразно, не все может быть сведено к чему-то единому. Я не буду сейчас говорить о тех разделениях христианского мира, которые произошли на протяжении 20-ти столетий существования христианства в мире. Того разделения, которое началось еще во времена Первых Соборов, разделения на ариан и православных, на православных монофизитов, и, наконец, гондиозный трагический раскол христианского мира на западный и восточный в XI веке, то есть католический и православный, хотя каждая половина усваивала себе и то, и другое название. И восточная церковь называла себя кафолической, и западная называла себя артоксальной, то есть православной. Но раскол произошел. Конечно, там столкнулось тоже два понимания христианства. И если мы пойдем дальше по истории, то мы увидим еще одно грандиозное столкновение уже в рамках западноевропейской культуры, возникновение протестантизма. Это опять новое понимание христианства. Католицизм, протестантизм. Два понимания. Наконец, в самом протестантизме столкнулись ортодоксия и радикальные движения. Я об этом обо всем говорить не буду, потому что это особая, обширная, большая тема. А я коснусь хотя бы только того, что связано с той культурой, на которой мы с вами выросли, воспитаны и которая нам ближе всего и понятнее всего. Православная культура опиралась на два источника. Первый источник был изначально. Самый главный. Это Евангелие. Это учение и правосвестие о Бога человечестве. То есть о тайне вечного и тайне человека. Это учение о том, что человек, человек есть исключительно высокое и важное существо для Творца. Это учение о том, что человек возвышается над всем сознанием, потому что сама вечность вошла с ним в контакт. Потому что он создан по образу и подобию Творца. Потому что в нем как бы живет некая программа будущего. Развитие от существа родственного животного до существа родственного неба. Но была и другая традиция. Она родилась еще до христианства. Традиция аскетической практики. Исключительно важная традиция. Она включала в себя богатейший опыт самонаблюдения. Она включала в себя богатейший опыт внутреннего делания. То есть духовные работы по возрастанию человеческой личности. Но эта аскетическая традиция, шедшая главным образом из Индии, из Греции, принятая церковью через несколько столетий после явления Христа, эта традиция стала рассматривать окружающий мир как нечто чуждое, внеположенное ему. Как то, от чего нужно отшатнуться и бежать. Были ли основания для такого направления? Конечно, были. И каждый из нас легко поймет, как человек, который ищет глубины, тишины, созерцания, вечной мудрости, с какой энергией он должен отталкиваться от суеты и шума и поверхности бесполезности в жизни, которые его окружают, для того, чтобы обрести самого себя. И вот, сосредоточившись на евангельских словах, правда, вырванных из контекста, не любите того, что в мире, вот эта тенденция, она стала сначала заявлять свои права специально в монашеских кругах, специально в особых течениях в церкви, но потом набирая силу все больше и больше, благодаря своему внутреннему духовному заряду, она незаметно стала господствующей, почти заслоняющей, богочеловеческое начало и источник. Потому что если в Евангелии сказано «не любите мира», то в том же Евангелии, в Иоанна сказано «так и возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, чтобы спасти мир». Вот в этом противоречии, в этой диалектике мы должны различать два понятия мира. Это, конечно, на практике оказалось не так легко. И вот не от мирной, чуждающейся окружающим бытию, истории, творчеству, культуры, христианства развивалось своим путем. Разумеется, оно не могло быть последовательным до конца. Конечно, и оно создавало культурные ценности. Мы знаем, что в аскетических стенах обителей вырастали великие художники, летописцы, великие мастера исторического краткого рассказа, зодчи, то есть культура там все равно творилась. Но она творилась вопреки основной тенденции, которая ставила христианство вне мира, на мир. И вот в истории отечественной культуры начинает происходить вот столкновение этих двух линий. Столкновение, которое переходит в антагонизм. Для светского общества начала девятнадцатого века вот это неотмирное христианство отождествилось с самим православием. Мало того, и в самих православных кругах легко шли на это отождествления. Поэтому Нирскому была предоставлена почти вся инициатива социальная справедливость. Устройство общества. Такие проблемы мучительные, как крепостное право. Все это было предоставлено в сферу государства. Отброшено от себя. Оно как бы потеряло для христиан интерес всякий. Отсюда стало возникать равнодушие. Равнодушие к этому приходящему миру. И возник горький культурный раскол. Потому что как бы в стенах монастырей, в ограде самой церкви что-то происходило. А в мире происходило другое. И весь девятнадцатый век, хотя процесс начался с восемнадцатого века, весь девятнадцатый век этот раскол углублялся. Даже писатели-христиане, такие как Достоевский, плохо уже знали настоящую церковную традицию. А что же говорится о представителях церкви, которые были далеки от светской? То есть возникало даже два языка, как бы чуждых друг другу. Языка и в прямом смысле слова, церковного языка, который впитал в себя массу славянизмов. Пример вы его найдете, скажем, обильный, урискованный. Языка светского. Именно поэтому русские переводы Библии девятнадцатого века сразу устаревали. Они не соответствовали языку Пушкина, Гоголя, не соответствовали языку Толстого и Достоевского. Язык светский развивался сам по себе. В то время в Николаевскую эпоху, в эпоху Николая Первого появился известный деятель русской культуры Бухарев, архимандрит Федор. Монах, который жил в Троеселевской лавре, ученый-богослов, библеист. И он выпустил книгу, которая называлась «Православие. Ее отношение к современности». И он поднял первый вопрос о том, что вот эти два понимания надо соединить. Что проблемы, которые волнуют человечество, культуры, творчество, социально-справедливость и многого другого, эти проблемы не безразличны для христианства. И напротив, что в решении этих проблем духовные идеалы, Евангелия, которые как бы врождены христианству, они могут сыграть немаловажную роль. Они могут стать источником внутренним для решения этих вопросов. Но на Бухарева набросились, его травили в прессе, его довели до такого состояния, что он снял себя монашеский сан и вообще вышел из церковной службы, а пошел работать журналистом и вскоре умер в нищете и заблений. Память о нем сохранялась долго. И еще в начале XX века Флоренски собирал его письма. Его литература наследилась поручней полностью опубликована. Он был жертвой столкновения вот этих двух пониманий, такого неотмирного, изолирующего, вне культурного и понимания иного, которое он хотел внести. Вслед за этим появился Толстой, который поставил вопрос совершенно иначе, что для него традиционное понимание христианства как некой суммы традиций, выросших на основе Иванг это только груз бесполезный в баллах веков. Он предложил все это отбросить для того, чтобы вернуться к изначальному ядру. Можно сказать, что он пошел по линии протестантизма. Но это было не так, потому что Толстой как мыслитель никогда не был христианином. В нем было иное мышление, скорее восточное, ближе к восточным учениям Индии и Китая. Поэтому его столкновение с богословием и церковью нельзя считать признаком столкновения двух пониманий христианства, а только как бы побочным феноменом. Далее появляется Владимир Соловьев. Великая фигура на горизонте не только нашей страны, но и мира, мировой философии. Человек, который в эпоху господства материализма и позитивизма сумел поднять проблему духовных ценностей так, что культурнейшие люди того времени вынуждены были признать серьезность этих проблем. Он был человеком, который вмещал в себя и поэта, и критика, и философа, и богослова, историка, историка философии, публицистов, универсальной личности, такие рождаются раз в столетие. И он в своих чтениях об его человечестве поставил вопрос так. Неужели благая весть Христова это только методика для спасения индивидуальной души? только некий личный путь для человека, который совершенствуется, чтобы после смерти иметь вечное блаженство? Ведь фактически тогда такая точка зрения не отличалась бы от некоторых других религиозных систем. В конце концов, аналогичные мы находим и в исламе, и в восточных религиях. Поэтому Соловьев посмотрел на дело совершенно с иной точки зрения. Ведь христианство есть та линия, которая соединяет высшее и низшее божественное человечество. А если это Бог и человеческий, значит нет ничего в истории, что было бы безразлично для духовности. Значит христианский идеал может впитать в себя все. может впитать в себя и социальные проблемы, и нравственные проблемы общества, и даже проблемы искусства. Он создавал великую, великий синтез, чтобы два понимания христианства нашли в себе единство. Его последователь, может быть в 20-м веке, стал той же знаменитой наш соотечественник Николай Бердяев. это крупнейший ум, это мыслитель светлый и смелый. И необычайно отравлено, что в этом году нам обещали наконец первое после революционное издание его сборника, его работы. Его знает весь мыслящий мир, собираются конгрессы для изучения его наследия. и к сожалению для нас, для многих это имя почти ничего не говорит. Он написал несколько статей, которые имели заголовок тождественное название нашего сегодняшнего вечера, два понимания христианства. Он заострил и сформулировал эту тему. Он поставил две позиции спасения и творчества. Эти позиции как бы враждуют мир собой. Одна часть христиан считает, что самое главное это просто внутреннее совершенствование и тем самым движение к спасению. Все остальное отбрасывало. Творчество осталось в неру, осталось за пределами церкви, осталось как бы обездуховленное, лишенное того света, которое заключалось в импульсе Евангелия. И получилось странно. Человек благодаря вот этой духовности стал унижаться. Великое слово смирения, о котором говорит нам Христос, оно превратилось в синоним компромисса, жалкого примиренчества, согласие со злом. Согласие со злом это в конце концов работа в пользу зла. Отсюда неприятие любого протеста. Отсюда неприятие любого смелого шага. Смиряться значит признать зло. И хотя Христос говорит о себе, что я кротик и смирен сердцем, он никогда со злом не учил мириться. И когда он обличал фарисеев, обличал ирода, он не был примиренцем, он не был вестником компромисса. так вот здесь происходило уничижение человека, которое Бердяева необычайно задевало. Он говорил, что вера, духовность должна поднимать человека, распрямлять его спину, потому что оказывается, что человек есть образ Божий и высочайшее существо. В Евангелии есть проповедь и о человеке, о величии человека, на котором падает небесный свет. Поэтому он хотел трактовать смирение совершенно иначе, как открытость ко всему, как готовность принять иную точку зрения, как готовность слушать и слышать голос человека и голос Божий. Это антипод гордыни. гордыня слышит только саму себя. Гордыня замкнута в себе. Она, как говорится, пожирает саму себя, живет в своем мире, в своей тюрьме. И вот Вердяев пытался найти единство между этими противоположностями, которые разрывают церковь. христианином, тенденция столкновения двух пониманий осталась и сегодня. Да, вы ее легко найдете в литературе. Когда вы читаете Лескова, скажем, повесть «Гора», вы сразу видите, что там есть два типа христианина. Один это художник Зенон, а другой это вся поморили, который вокруг патриаршего дворца. И множество других легенд и сказаний, которые Лесков делает глубокими притчами. Да даже Белинский, который очень некомпетентно, очень раздраженно, очень несправедливо писал Гоголем, он ведь тоже давал свое понимание христианства. Ведь он тоже в этом письме, который вам наверное памятен с школьных лет, говорил, что Христос возвестил свободу, равенство, братство и так далее. То есть он трактовал христианское социально-оппозиционное эгалитарное освободительное движение. У него было, значит, свое понимание. Почему нам важно знать сегодня это? Для всех, для верующих неверующих. потому что сегодня, когда мы возвращаем в нашу культуру утраченные, полузабытые ценности, вместе с ними приходят и ценности, созданные на протяжении веков русской православной церковью и вообще христианством в целом. и люди, которые недостаточно ясно представляют себе все богатство и глубокую противоречивость христианского феномена, вначале начинают думать, что христианин это значит уже что-то совершенно определенное. Христиане это нечто однородное. Церковь это нечто такое, что имеет свое определенное мнение официальное, что имеет совершенно определенное разработанное, как теперь принято систему идеологии. И вы будете обескуражены, когда увидите, что внутри этого потока идущего, текущего по истории уже 20-летия есть множество самых различных и противоречивых течений. И это надо учитывать. Это надо учитывать и тем, кто хочет идти по линии христианства по этому пути, кто интересуется им просто как феноменом культуры, кто хочет понять его объективно разобраться во всем. В периоды социальных морозов, социальных бурь, как на войне, люди быстро делятся на две категории. Наши, не наши, верующие, не верующие и так далее. Это упрощенная схема. И для некоторых людей, которые только что входят в церковь, эта схема еще кажется действующей. Но может оказаться, что все выглядит иначе. Может оказаться, что для христианина иной язычник, далекий от церкви человек, может духовно в чем-то ближе, чем его единоверец. Парадокс, но это так. Это именно будет происходить в силу того, что христианство не имеет одной единой интерпретации, которая была бы полностью адекватной. Что же можно сказать? Это рок? Это судьба христианства и вообще христианской культуры? На это есть два ответа. Ответ первый. Антагонистический. Казалось бы, несоединимый момент неотмирного, отрицающего культуру христианства и другое, которое стремится участвовать в культурном творчестве. На самом деле были некогда в церкви соединены. А было это давно. Когда христианство впервые оказалось вышедшим на арену античного мира, перед ним стал вопрос. Как быть со всем этим наследием? С философией, искусством, литературой, вообще со всем огромным, так сказать, зданием античной культуры. Сказать, что все это мусор, что все это изжитое, что все это надо выбросить. Многие люди так и говорили. Многие люди готовы были пойти по в этом пути. Но основной ответ классиков христианской мысли, которых называют представителями патристики или отцами церкви, ответ был позитивный. Нет, христианство может и должно быть открыто ко всем этим проблемам. поэтому отцы церкви чаще всего были выдающимися писателями, мыслителями, поэтами, социальными деятелями своего времени. Они не считали, что эти вещи чужды или недостойны христианству. Поэтому вы можете найти у Яна Златоуста не только рассуждение об проблеме несправедливости, но вы найдете в его жизни попытки бороться с социальным угнетением и несправедливым распределением материальных влаг. Вы найдете у блаженного Агустина знаменитые высказания о том, что государство, живущее без закона, в принципе ничем не отличается от шайки разбойников. Это было написано в четвертом веке. Вы найдете у Василия Великого, это все четвертый век, у Василия Великого специальную работу по значению для христианской молодежи языческой литературы. Вы найдете у Григория Богослова, тоже четвертый век, чудесные юмористические письма, которые он писал саму другу. Они не чуждались и юмора, не чуждались обсуждения каких-то общекультурных тем, писали стихи. Так вот, православие теоретически всегда ориентировалось на эту плеяну, на этих отцов церкви. Но часто эта ориентация, в этой ориентации происходила подмена. в огромном наследии отцов церкви есть особая глава, особый раздел. Это наследие пустынников, наследие монашествующих. Оно было собрано в огромном сборнике, называющем Добротолюбе. Это прекрасная, по-своему, вечная книга, которую очень многое может дать людям, но если оттуда извлечь то, что годится для живущих миру. Но вот эта традиция Добротолюбия, она как бы стала восприниматься как единственная. А ведь она была рассчитана на людей, которых называли иноками. Инов это значит ведущий иной образ жизни. Это тот, кто живет сознательно вне мира, вовсе не потому, что он презирает мир, а потому, что он лично для себя избрал эту особенную дорогу. И вот тогда-то началась такая аберрация сознания. Наследие святых отцов стало восприниматься как отрицающая культура. Хотя это на самом деле было совсем не так. Так вот, возвращение сегодняшнего христианского мышления, сегодняшнее, я имею в виду, на протяжении последних столетий. Традиции отцов церкви и есть возвращение христианства к открытой модели, принимающей участие во всем движении. Твердяев называл это оцерковлением мира. Но поймите меня правильно, это слово вовсе не означает, что какие-то исторические церковные аксессуары навязываются мировой светской культуре. Это означает, что светского не существует. Вот я не знаю, что такое светское. Это условно-исторический термин. Потому что во всем живет высокая духовность. Или не живет. Даже если это написано Девой Марии, но если эта картина написана не одухотворенно, если в ней живет что-то поверхностное, пошлое, плоское, так ведь она совсем не имеет отношения к духовности. И это очень важно, что нету литературы духовной и недуховной. Есть хорошая и плохая. И каждая хорошая литература всегда может быть соотнесена с вечными проблемами. Это же касается всех видов искусства и самых различных видов творчества. Христианство ничего этого не боится. Оно стоит открыто. И вне мировая суженная модель это наследие прошлого. Это средневековье в дурном смысле слова живущее теперь. Оно нередко привлекает неофитов, которым кажется, что вот они становятся истинными христианами, если наебают черный платочек и ходят какой-то особой птичьей походки. Этого ничего не требуется. Это лишь породия, это перикатуры. Внешнее и внутреннее находятся здесь в очень сложном соотношении. Есть тенденция, которая говорит, у меня все духовное вот тут внутри, мне ничего не надо из внешнего. Но это глубокие ошибки, потому что человек все свои переживания выражает так или иначе, и он не может остаться бесплотным духов, который равнодушно стоит и только где-то в глубине души переживает. Нет. Все выражается, воплощается у плотского человека, воплощается в жест, в мимику, переживания вместе души и тела. Но в то же время у внешнего, скажем, у обряда, есть некое коварство, есть некий подводный камень, а именно тенденция превращаться в самодавляющее начало. То есть очень хорошо, когда человек сосредоточившись перед лицом Божиим осенит себя крестным знамем. Но вот постепенно он может об этом забыть и продолжает креститься. И вот в народе уже слово молиться и креститься стали одинаковыми. И когда бабушка говорит внуку, ты молись, молись, она вовсе не имеет в виду его сердце. Она это в виду, чтобы он помахал ручкой и сделал крестное знание. Так незаметно вот это внешнее начинает вытеснять внутрь. является опасностью для христианства нисколько. Это не специфическая опасность. Фарисейский механизм работает в любом духовном движении, потому что внешнее всегда проще. Поэтому фарисеи в евангельских времен соблюдали тысячи обрядов, но внутренне в них оставалось часто мертвым. И такое фарисейское внешнее благочестие бывало и в древней Индии, и в других странах. Это живет где угодно, когда угодно. В диалектике двух элементов внешнего и внутреннего, открытого мира и в то же время сосредоточенного заключается самая глубинная истина Писания. И когда мы всматриваемся на нее, мы находим в итоге главную форму, последнюю форму. Духовное сообщество людей, идущих к высшей цели, несомненно представляет собой все-таки некое обособленное целое. И в то же время это сообщество открыто всем и всему миру. Основание церкви уходит в древние заветные времена. Когда Бог призвал Авраама, Он сказал ему, отделись, выйди из своей страны, из дома своего отца, стать странным, обособлением. И в то же время ему было сказано, но через тебя благословятся все племена и народы земли. вот этот антиномий, этот парадокс Библии, он остается живым сейчас, спустя четыре тысячи лет. Да, тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души. Иначе шум мира все заглушит. Но в то же время, тот, кто не хочет превратить это в маленькую резервацию, в душный лампадный нерок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это как вдох и выдох. Это как общение с многими и общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе. Таким образом, вывод, по крайней мере для меня, ясен, что два понимания христианства не являются ни одно заблуждение, а каждая берет какую-то сторону одну и неоправданно его развивает. В синтезе полнота и жизнь. Флоренский, известный богослов и философ говорил, что целокупная истина, падая в наш мир, раскалывается на противоречивой части. И мы видим только вот этот расколок, а где-то в высшем измерении соединяется парадоксально несоединимое антиномичное. Такова тайна жизни, такова тайна двух пониманий христианства. я бы хотел, чтобы сделав вот этот маленький экскурс, чтобы вы почувствовали, что многообразие, противоречивость лони церкви христианства, тем более противоречивость между различными христианскими исповеданиями, между протестантами, католиками, православными, что это не есть распад, разлом, а что это есть лишь проявление частей целого, единого целого, до которого надо дойти до глубины. Тогда соединится то, что нам кажется несоединяемым. Тогда источник, глубинный источник духовной жизни не будет питать только отдельную душу или кучку отдельных душ в их внутренних переживаниях, а выйдет за пределы только личностного, а станет для нас силой общественной, силой социальной, силой, которая поможет нам жить в этом мире и нести в этом мире человеческое свое достоинство и свет, который каждый получил в той степени, в которой он к нему приобщен. Следовательно, эта проблема не столько литературоведческая, хотя в ней вы найдете очень много литературоведческих аспектов. Не столько историческая, хотя, конечно, она имеет прямое отношение к истории, а это тема сегодняшнего дня. И мне кажется, что вот такой плюрализм, такое столкновение различных представлений и создает важную предпосылку для жизненности христианства. и может быть промыслительно, что оно раскололось на различные течения, потому что без этого, может быть, было бы что-то однородное, однообразное, принудительное. Как бы, выражаясь таким человекоподобным языком, что, зная склонность людей к нетерпимости, Бог разделил их, чтобы каждый на своем саду выращивал свои плоды. И когда придет время, чтобы эти плоды соединились в едином потоке, в котором идет все лучшее, что есть в духовной культуре человечества и вообще во всем, что есть человек, образ и подобие Божие. Благодарю вас за внимание. Теперь мы разобрать более подробно. Спасибо. Значит, кому удобно прямо с места, будем говорить с места. Кто напишет записку, пожалуйста, записку. Как вам удобнее? Мне это безразлично. Другие, я боюсь, что кто будет с места говорить, не будет слышно другим. Что за вопрос? Спасибо. 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 А вот как к этому вопросу подходить нестяжательный и осиплянный? Угу. Хорошо. Нестяжательный и осиплянный. Да, это было два понимания христианства Древней Руси. Но я бы сказал, что это немножко хуже. Это было два понимания монашества и церковного устроения. Нестяжатели считали, что монашество должно быть свободно от имущества. Оно выбрало особый путь, и поэтому оно должно не связывать себя, не обременять землями, не обременять крестьянами собственными. Избрав нищету, монахи должны действительно жить в нищете. Иосифляне считали, что монастыри должны быть богатыми, что церковь должна обладать имуществом, чтобы быть активной социальной силой. Какая-то правда была и на той, и на другой стороне. Хотя, в общем, нам всегда симпатичны нестежателем, особенно потому, что они были против гонений на инакомыслящих и казни эритиков. Но мысль иосифлян о том, что у церкви есть какое-то социальное призвание, это тоже была здоровая мысль. В конечном счете, вот обе эти противоположные точки зрения, они могли найти гармонические решения. Внешне победили иосифляне. Но это была первая победа, потому, что они все сделали для государства, но государство на них не сделало ничего. Оно не оправдало их надежды. Так. Какие задачи ставит православная церковь на современном этапе? Это очень глобальный вопрос. Я за всю церковь не могу отвечать. Какие взгляды церкви на пути развития нашей страны? Это мне тоже совершенно неизвестно. Но нет таких официальных, понимаете? У нас нет такого органа или института. Вы хотели что-то спросить? Да, да. Если можно, как православие смотрит на создание политической выкина как политическая партия, альтернатива существующего сейчас партийным организациям? Я боюсь, что я уверен, что церковь не должна никакая поступать таким образом, потому что в церкви могут сойтись люди различных политических убеждений. Так всегда бывало. И церковь это в общем союз духовный, а политика вещь часто и может быть христианин является монархистом. Вот есть такое и до сих пор есть. Я не могу его судить, хотя сам совершенно не является монархистом. Значит уже в силу этого обстоятельства довольно трудно создать церковную какую-то партию. Есть на Западе христианс демократический союз, но он тоже довольно такой туманный к тому, что он включает в себя различные протестантские церкви. Православная церковь никогда не включалась в политику. И в этом были и плюсы и минусы. Но такова история. И она продолжается. Не минуем ли конец света по теперешним представлениям церкви? Знаете, в каждую критическую эпоху было много людей, которым казалось, что мир уже кончается. и что-то действительно кончается. Но я не верю, чтобы то, что Бог сотворил, кончилось так бесславно. Тогда, может быть, не стоило все это делать. Какова роль мужчины и женщины в современном мире? Их социальные роли. в любом мире на женщину возлагается особая ответственность в отношении воспитания детей. Но на мужчину тоже, конечно. Но все-таки мать заменить никто не может. И поэтому женщина, которая работает наравне с мужчиной, она находится в несправедливом положении. Если бы и мужчина, и женщина могли рожать и воспитывать, то было бы все справедливо. Но поскольку это делает только женщина в основном, как правило, то я думаю, женщина с моей точки зрения должна получать такую же зарплату работы в половину меньше. Конечно, предприятиям это не выгодно, но ведь они тоже рожали женщины. Те, кто это придумывает. Что собирается делать церковь воспитания молодежи в нашей стране? Но несколько лет назад нам бы за это не то, что собирались. Мы бы очень быстро поставили бы нас на место. Поэтому сейчас мы еще никак не можем опомниться от того, что было. Каковы взгляды церкви на общечеловеческие сообщества и пути развития? Вот человек, который мне задал вопрос, он все время ко мне как патриарх или собору. Нет у нас официального взгляда в церкви. Я могу говорить только за себя. И человеческая история это очень тяжкая картина. И только рост духовности может отвратить от нас катастрофы, которые будут. Они не погубят мир, но все-таки будут. Расскажите, пожалуйста, о философском собрании их начало века. В самом начале века Дмитрий Сергеевич Миришковский и его жена Зинаин Гиппиус задумали войти в диалог с духовенством, с богословом. И вот с большим трудом у опер-прокурора Синода, который был собственно правителем церкви, выхлоптали разрешение и собрания начались очень интересные, очень жирные, были подняты острейший вопрос. Забрания закрыли очень скоро, но их сценограммы были напечатаны в журнале Миришковского «Новый путь». Там ставились вопросы о учении Толстого, о проблеме пола, брака, семьи, проблема, так сказать, участия церкви в культурной жизни, та тема, которую мы сегодня затронули. После запрещения прошло несколько лет и в 905 году началась, так сказать, дореволюционная перестройка быстрая такая. И тогда было создано общество имени Владимира Соловьева, где продолжали обсуждать те же самые темы. Встреча была очень странной, потому что интеллигенция выступила как богоискательница, а представители богословской науки как-то смотрели на них с некоторым отчуждением, не понимая, чего они хотят. Гиппиус пишет, что мне казалось, что все они позитивисты. Мы хотели поднять вопросы о новых догматах, ну, конечно, они действуют такие, как богословские партизаны, а те на них смотрели просто как на безумцев. Это было два мира, понимаете, долгое время расколотых мира. Но эти миры пытались подать друг другу руки. И сейчас мы снова в похожем положении находимся. Только у нас уже не два мира, один. Как понимал христианство Розенов? Розенов был очень непосредственный мыслитель, хотя и талантливый писатель. И для него христианство было шагом назад по сравнению с древними религиями. Иудейством Ветхозаветом и с язычством. Потому что он считал, что главное это в человеке совершается, когда в нем бушует пол секс. И поскольку пол играл огромную роль в религиях языческих, а с точки зрения Розного и огромную роль в Ветхом Завете, это он явно преувеличил, то ему казалось, что все это было более совершенно, а через Христа в мир вошло зло. Он искажал, конечно, христианство, толковал его на свой лад. Хотя церковь, как бы того и явления, православие, он любил. да. Вы сказали, Бог творец. Как вы представляете Бога Творца? Понял. Вопрос о том, как представляют Бога Творца? Я бы мог, конечно, задать встречный вопрос. Как вы себе представляете пространство размером 10 парсек? Это трудно себе представить. Я могу в виде точки представлять. Ну что ж, это будет ни хуже, ни лучше, чем в виде огненного языка или голубя, или еще какого-нибудь символа. Всякий символ есть отражение реальности. Когда вы в учебнике по физике или по химии видите формулы, это же тоже символ. Это знаки определенной реальности. Иначе мы не можем общаться. Мы можем общаться только используя определенные знания. Божественное безусловно превосходит наше мышление. Бог, которого человек мог бы до конца понять, был бы не Богом, а чем-то полностью равным человеку. человек может постигать отдельные элементы, отдельные аспекты божественного мышления. И то, что ему открыто, но не более. Претендовать на всеобщий охват бессмысленно. Это просто, так сказать, научно некорректно, потому что даже природа не открыла нам и сотой доли своих тайн. Как мы можем говорить о том, кто стоит за этой природой? Православие сознает себя истинную церковь, находящуюся в обладании полноты и чистоты церковной истины, в духе святого. Отец Сергей Булгак. Как вы это понимаете? Какое отношение к этому православию имеет РПЦ? Значит, Булгаков написал книгу православия в Париже. По-своему величественную книгу. Но он там создал идеальную модель, мало связанную с конкретной церковной практикой. Может быть, необходимость в таких книгах есть, но их действительно очень трудно соотнести с тем, что мы видим в реальной жизни. Мы верим, что там, где присутствует Христос, где есть любовь и вера к Нему, где есть его дух любви, там уже есть цель. Да, Ваш вопрос. Вопрос такого плана. Если бы Вам сейчас предложили выйти как кандидатом депутаты, какую программу Вы бы предложили? Смотря программу в какой сфере. Ведь очень много у нас проблем. Ну, какой проблем? Из проблем. Ваш взгляд непосредственно кандидатов депутатов как что Вы считаете? Весь я едва ли мог отрешиться от собственных взглядов. Я обязательно считал, что начинать надо со школы, с больницы, с церкви, с армии. Армия у нас проходит вся молодежь мужского пола, школу мы проходим все, больницы, к сожалению, мы тоже проходим все. и вот эти пункты самые уязвимые. Если людей в школах, ну, не буду говорить колледжи, но достаточно плохо воспитывают, если в других воспитательных учреждениях тяжелейшие недуги социальные зарождаются, потом ненормальные отношения в школе переходят в армейские отношения, так называемые неустанные, то, что мы стыдливо называем, в больницах, где стоит крест, крест это христианский знак милосердия, где тебя встречают измученные, истомленные, формально по всему относящиеся люди в большинстве своем, хотя в больницах много прекрасных людей, надо выяснить, почему вот эти фундаментальные с колоковами, иконами, пением, оно не стоит ничего, оно является этнографическим феноменом. Если в нем нету Христа. У Владимира Соловьева есть прекрасный образ его повести об Антихристе. Антихрист, ну, человек, который воплощает в себя антихристианское направление, он хочет заключить союз церковных руководителей, и он предлагает православным, что я вам устрою замечательные музеи и иконы, буду хранить вашу традиционную культуру, которые, вам обещают нам пышное богослужение, протестантам институт по изучению Библии. Но Христа не там, не там, не там. И вот на этом-то его и изобличали. Только форма, мертвая форма, в конце концов. Так вот, на такой мертвой форме и появлялись такие извращения, как инквизиция. У меня был разговор с одним священником Московской церкви художник, Нестером Снецов Релик, и он сказал, чтобы я не занимал, не заикал о них, и этим художником на том свете о как скверно. Ибо они по его словам не имели права расписывать одни художники церкви, они писали не лики, а ли чили. Объясните, пожалуйста. Этот мой неведомый коллега, который честно побывал на том свете и выяснил, каково там покойному Нестеру Вознецову Релик, он высказывал свою точку зрения, я ее не оспариваю. Я могу вам сказать, что многие люди не любят Релик, как художник, считают Нестерова манерным, щавом и истеричным, а Вознецова подражающим немецким образцам. Не думаю, чтобы это вполне справедливо было, но тем не менее что-то в этом есть. Но если брать общее мнение церкви, то руководство церковное никогда бы не заказывало этим людям расписывание соборов. Это же никакие там партизаны заказали, а то заказывали церковные власти, сенот, епископат, а раз так что тут говорить? А вкусы не спорят кому нравится, кому нет. Вот конечно иконопись с точки зрения искусства выше, чем живопись Нестерова, но для каждой эпохи должны быть свои стили. Можно открывать окрестить церковь ребенка, не заплатив денег, которых просто нет. Да, можно прийти и сказать денег нет, окрестить ему покрестить. Стоит за время писатель вам наиболее близок. современных, то есть еще живых. Это несколько трудно сказать. Или 20 века. Живых? Да, с живыми конечно сейчас трудно сказать. нет, как вы живут. Я был из вы. Не, ну конечно из наших писателей мне нравится и Айтматов безусловно. Ну, даже затрудняет сейчас. Кого, понимаете, я же мог бы назвать им несколько фамилий просто так. Но на самом деле я не могу сейчас вспомнить писателя современного, которого я перечитывал с удовольствием. Айтматов я некоторые вещи действительно перечитывал. Но кого же еще я не могу вспомнить? Может быть забыл. Может быть забыл. А вы не русскоязычные? Не русскоязычные? Ну, мне нравится вот Бернонос, Марьях, но они продуманы. Но сравнить не дам. Грэм Грин. Но Грэм Грин не все. Я люблю только некоторые вещи. Генри Берн. А Картанцев? Он мне более чужд. Я люблю вот такие выкрутаски как-то мне лично не очень. Да, я забыл. Советский писатель мне больше нравится фантастик. Остроганский. Да, это точно совершенно. Вот возьмите Северогонцовскую «День гнева». Наверное, вы все читали? Ну, кино кто-нибудь смотрел «День гнева». Какая великая вещь. За всю свою жизнь Гонцовский не написал ничего подобного. Он, в общем, хотя он умер, правда, писатель невысокого класса. Но рассказ «День гнева» написан на уровне мировых стандартов. У Стругацких тоже не все равно. Но «Улитка на склоне» вещь гениальная в прямом смысле слова. Просто гениальная. Другого слова не скажешь. А «День гнева» это вещь о самом главном. Ну, я вижу, как-то так, как вы растерянно. Там сюжет следующий, что ученые создали некую породу хищных животных, которые прекрасно разбирались выше математики, могли решать физические проблемы, но при этом остались безжалостными хищниками. И они съели своих этих лаборантов, выскочили свободой, и потом стали жить в лесу, терроризируя население. Вот эта тема о том, что научное знание еще не делает человека человеком, что оно не является еще самым главным. Эта тема поставлена там резко и выполнена художественно блестячно. Так, не кажется ли вам, что чтение Слов Божьих в храмах на церковно-славянском языке является наследием того положения, о котором вы говорили сегодня? Изменится ли это и когда? Не знаю, изменится ли, но думаю, что первым этапом будет приближение церковно-славянского к русскому языку. Святый следарь Божий, если человек сам может обрести своими усилиями. Какими? Мы должны во всем действовать так, как будто мы действуем только перед лицом Божьего. Но создавать так, что только Он может нам помочь. Поэтому здесь диалектика. Это и да, результат усилий. Ну, в общем, скорее всего, усилия и нужны, но результаты всегда свыше. Как вы объясните явление, описанное в газете, происходящее в одном из общежитий в городе Москвы, заключающий в необъяснимом передвижении предметов? Значит, с этим явлением я сталкивался много раз в жизни. Много раз. О нем существуют целые тома, причем на русском языке. Это соприкосновение, с моей точки зрения, человека со следующим пластом реальность, которую я условно называю трансфизическим. Благодаря каким-то обстоятельствам вот эта граница между видимым и невидимым нарушается и оттуда начинает проникать к нам информация. Но это реальность не высшего порядка, а это нечто среднее. И всегда это с чем-то связано. Вот когда я жил в Сибири, там в одном доме до того вещи вели себя неспокойно, что хозяева вынуждены были покинуть, я сам видел, заколоченный дом. Но потом выяснилось, что дед, который этот дом строил, он его построил на фундаменте из могильных памятников. Там был парк культуры, его превратили из кладбища в парк культуры. А все могильные плиты растащили кто куда. И вот этот дедушку сделал из них себе фундамент дома. Я думаю, что какая-то связь есть. Обязательно ли принятие крещений для того, чтобы быть христианином? Христос говорит, да. Он говорит, идите, научите все народы, пресняйте по имя Отца и Сынный Святой Дух. И также, он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, то есть приобщен уже теперь к высшей Божественной жизни. Понимаете, не только где-то на том свете, но уже сейчас, переживать вечность сейчас, здесь теперь, в этом суть спасения. Расскажите, пожалуйста, о Святой Татьяне, в чем смысл мученичества по свидетельствам, в чем смысл покровительства по именам, кем является Святая Татьяна для людей. Но вы знаете, не все жития святых являются достаточно полными и достоверными. К сожалению, вот в силу такого суеверно традиционного отношения ко всему наследию, у нас не производилась научная ревизия всех этих сказаний. Хотя есть житья ценные, достоверные, подлинные, написанные, скажем, почти во время жизни того или иного святого, а есть легендарные. И в этом факте нет ничего унижающего веру. но важно другое, что святые, реальные, о которых вы знаете, это люди очень важные для нас, потому что они свидетельствуют доказывают, что можно служить Богу, живя в этом мире, не где-то только на острове, в этом мире. Среди них мы находим и воинов, и князей, и нищих, и епископов, и монахов, и мирян, и людей семейных, и мужчин, и женщин, и подростков. Таким образом, но нет почти ни одного сословия состояния, которое бы святость не могла реализоваться. В чем смысл жизни? Вопрос простой, короткий и ясный. Смысл жизни заключается в том, чтобы человек, созданный по образу и подобию Творца, приближался к своему первообразу. И поэтому это одновременно и смысл и цель. Понимаете, мы в себе открываем вот это заключенное в нас царство, и там начинает говорить в нас вечность. И тогда мы поднимаемся над суетой, мы перестаем быть рабами повседневности, мы умеем в мужестве сопротивляться обрушившимся на нас несчастьем, не потому, что мы стоики, безразличные, равнодушные и холодные. Христианин это не стоик. Это тот, кто может страдать, но тот, кто выстаивает страдания, не своей силой, а выше. Таким образом, цель и смысл движения вперед и вверх. А это можно назвать благодушие? Нет, пожалуй, нет, потому что в нашем представлении благодушие это, я бы сказал, такое розовое отношение к окружающему, и когда мы закрываем глаза на зло, и нам кажется, все прекрасно, остальное можно пленать. Это не совсем так. Человек должен понимать трагичность жизни, должен открытыми глазами смотреть на эту трагичность, и в то же время стоять. не только стоять, а двигаться вперед, двигаться вверх. Наша жизнь только тогда получает смысл, если мы поднимаемся вверх. Ведь мы же физически и психически опускаемся. Мы идем вниз, потому что мы стареем, слабеем, болеем. Человек, человеческая жизнь прекрасно символизирована в знаменитой шагреневой коже Бальзак. Она у него сжималась в руке, она кончалась, как маленький запас. Подумайте о том, насколько это верно по отношению к нам. Как стремительно все проходит, как стремительно проносятся годы, уходит все, здоровье, молодость. А если мы идем вверх, мы все время приобретаем, мы все время обогащаемся. Кривая поднимаемся поднимаемся к зениту, конечно, могут быть провалы, сбои, но в то же время цель наверху, а не в яме. Цель восхождения. Так что, это не благотушие, а борьба. Известно противостояние, противоположение Достоевского и Тульгенева продолжают спасить раздирающие душ Достоевского и культурно умиротворяющие Тульгеневы. Есть мнение, что взрослый человек, считая Тульгенева и перестав считая Достоевского, нравственно не благополучно. Говорите об их месте в духовном становлении личности. Да. Тульгенев был не так прост, как вы думаете, и не так уж благодушно и гармонично. И он знал трагедии. Мы просто привыкли читать несколько его вещей, которые нам навязали в школе. И на этом как бы он исчерпывался. Тульгенев был одиноким человеком. Вы вспомните его сотворение в прозе, когда в океане он плывет, и маленькая обезьянка ему подает руку, и он сжимает этот кулачок и чувствует, что оба они безмерно одиноки в этом океане. Это образ жизни. который он чувствовал свертания. Да, он умел передать гармонию примирения. Он, человек, лишенный церковной веры, лишенный, он сумел написать последние строки отцов и детей, как не всякий писатель христианин бы смог написать. Это такие аккорды мощные, которые венчают всю эту книгу. у Тургенева, конечно, есть духовность, но она меланхоличная духовность. Это человек, который не видел ничего впереди, который только цеплялся за то, что видел вокруг себя. Его спасала любовь, трагическая природа, ускользающая. Он безумно боялся смерти. Человек, который писал отчаянные письма, что он старик, что он завтра, ублюдо, ему было 30 лет. Человек, у которого душа была изранена не меньше, чем в настоятельстве. Конечно, он не был приговорен к смертной казни, как Федор Михайлович. Но вы же помните, что было от его отношений с матерью, с отцом, все трагедии, которые отображены в его ранних повестях. Роковая любовь, которая господствовала над ним, которая, можно сказать, давила его жизнь, так что окружающие сочувствовали ему, как попавшему в беду, потому что у него больше ничего не было. И это была трагедия, можно сказать, такая внутренняя, элисенциальная трагедия Тургенева. Он все-таки трагический писатель. А Достоевский это другое. Достоевский это христианин, поднимающий глубочайшие пласты мирового сознания. И эти драмы, они разыгрываются у него на уровне Софокла и Схилла. Это вечные драмы. Поэтому сопоставлять их невозможно. Это разные мелодии. Понимаете, когда сравнивают художников или писателей, это мало что дает. Во всяком случае, трудно говорить нам, кто лучше, кто хуже. Тургенев открывается нам свои мирочувствия, своей тоской, своей скорбной печалью, которая глядит на мир, на природу, своей меланхолии. Достоевский своим страстным протестом, своим поиском неба, своим невероятным интересом, болезненным интересом ко всем извращениям, которые душа претерпевает. Потому что в этих патологиях вскрываются на самом деле самые главные механизмы душевной жизни. Если бы речь шла только о сумасшедших, то это не было бы интересным никому, краю врачей. Однако весь мир читает настоящее. Потому что в нас сидят эти на страницах романы гипертрофированные люди. И иногда с болью узнаешь себя в каком-нибудь маньяке, который там изображен. Он, конечно, гротеск. Это, конечно, литературный образ. Но ведь на то он и образ. И очень часто в литературе мы встречаем гротеск, чтобы показать явление обычное. Разумеется, монстры, которые населяют роман, поэму Гоголя «Мертвые души». Они не ходили до мунами по России, но он их не выдавал. Он создал их из материала, который его окружал. Гротеск этот имел значение. Поэтому, я думаю, что всех наших классиков надо читать и каждого воспринимать с той мелодией, которую он несет. И не требовать от Достоевского, чтобы он был меланхоличным, как Тургенев, и от Тургенев, чтобы он был страстным и бунтующим, как Достоевский. Единственное, что можно сказать, что русская литература 19 века в большей мере, чем литература западная, была захвачена духовным проблемами. Поэтому, учтение ее в высшей степени обогащает. Это признают и наши зарубежные читатели. Все люди обретают бессмертие, или только души верующих, причем истинно. Боюсь, что это рабочее сузило поле бессмертия. По природе душа человека бессмертна. По природе. Я думаю, что это вопрос не веры, а скорее даже знания. Но тут дело в другом. Что душа должна очищаться от темного, от злого, от мистого. И если душа этим наполнена до краев, то в процессе очищения что от нее остается? Какой-то маленький кусочек. Вот это страшно. В газете труд поместили сообщение о том, что югостравский ученый нашел доказательство того, что Христос жил и в Индии, был буддистом, и там якобы должна быть его могила. Что вы думаете об этом? Ну, начать с того, что газета труд, в общем, на мне довольно знакома, она не всегда помещает информацию достоверную. Никакого нового открытия здесь нет. С тех пор, как в конце прошлого века, европейцы стали интересоваться в Индии, то многим хотелось как-то сплести воедино свои остатки христианских традиций и новые влечения индуизма. И тогда целый ряд лиц, в том числе Аткинсон, писавший под фамилией Ромачараха и другие, они стали создавать такой миф о том, что Христос ходил в Индию. Даже было найдено так называемый Тибетский Евангелие, написано якобы в те времена в Индии о том, как мудрец Иса пришел вот в эту страну. Это Тибетский Евангелие несомненно апокриф, там слишком много всяких анахронизм. Но должен вам сказать, что когда человек побывал в Индии и еще чему-то там научился и что-то воспринял, это нетрудно заметить. Вот Елена Петровна Валавадская, основательница Теософского учения, была в Индии не так долго, а все ее учения проникнуто индуистом. В Евангелии нет и следов индийского влияния. Уже одно это полностью отвергает эту вымышленную концепцию. Хотя теоретически почему Христу не побывать было в Индии? Люди ходили туда многие, и индийцы приходили на Ближний Восток, контакты были, но просто этого не было. Никакого намека. Вы говорите о синтезе двух сторон христианства. Как представляете, как представители православной церкви относят синтезу всех религий, сторон духовности путей к Богу. Вопрос не о вашей терпимости к иным путям, а именно о допустимости принятия для себя человека, для человека множества путей. путь Бога это остается тайным человеком. И никто не может навязывать своего пути другим людям. И человеку Бог может открываться совершенно неожиданно там, где мы неожиданим. Но безусловно принципиальная разница между воззрением великви воззрением останется. Она заключается не столько в понятии о высшем. В конце концов и буддисты, и мусульмане, и христиане, и конвуцианцы признают высшее начало. Даже материалисты признают существование некоего высшего начала в лице материи, которое все создало, все устроило, ведет к светлому будущему, развивается необычайно как-то рассмысленно. Так что у всех есть высшее начало. Но вопрос как раз упирается в другое. Как понимать мир и жизнь? Ибо для многих восточных лучей мир, жизнь и даже творчество есть явление негативное. В конечном счете как бы неудачу творить. Бога не надо было создавать, рождать из себя вот этот мупый нет. Так думает, ну я упрощенно конечно говорю, так думает индийская мышь в разных формах. Собственно говоря, буддизм ставит цель прекращения бытия. Идеал это прекращение бытия. Для христианства природа, материя, человека, все мироздание есть создание Божие и целью является не уничтожение, а возведение его на высшую ступень бытия. Апокалипсис кончается словами, которые говорятся не о том, что все уничтожено, один дух господствует над небом. Там сказано и увидел я новое небо и новую землю. Это очень принципиально. Принципиальное отличие от восточных учений. Здесь у нас разные взгляды. Поэтому между верованиями существует много общего, но есть и отличия. Скажем, с исламом у нас гораздо больше много общего, потому что ислам посчитает конкретно того же Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, того же, что Богу Библии. Но есть тоже отличия. Смешать все воедино это никогда не получится. А вот жить вместе и идти вместе сам Господь покажет, кто идет правильно, а кто нет. Как вы относитесь к ситуации, которые устранятся на стороне в литературном мире, точнее, в борьбе между неформалами представителями немцами и представителями западных, к чему пройдет борьба, надо ли их примирить, или церковь не вмешивается в эти дела. Как вы относитесь к перестройке, если положительно, то что вы что делали ее померя. Бог, если я знал, да. в культуре, которая находится на рудеже Европы и Азии, всегда неизменно и неизбежно будет вопрос. Что же это за культура? Европейская или Азианская? Или что-то третье? И в самом деле, вот мы знаем, что Робин Дронат Тагор это индийский поэт, это азианский поэт, а это Азия. Но Пушкин это европейский поэт. Толстой это европейский писатель. Достоевский европейский писатель. Значит, Россия и русская культура это Европа? Да. Но с другой стороны, это что-то другое, специфическое. Поэтому это не Европа. И споры между вот этими представителями в 19-м веке это были, как правильно заметил Аверинцев, споры культурные, высокообразованные, высокотерпимых людей, уважавших друг друга. Глубоко уважавших. Славянофилы и западники это были диспутанты, но диспутанты, которые относились не просто по-джентльменски друг к другу, но с необычайным пиететом. И потом писал Герцов, что наши взгляды были гораздо ближе, чем мы думали. Вот. Сейчас, когда как бы повторяются эти споры, то в них нет ни той фундаментальной эрудированности, ни той терпимости, ни того уважения друг к другу. А в них бушует страсть. Страсти никогда ничего не решали, а только нагнетали, так сказать, катили волну. Поэтому человеческая терпимость и вообще искусство спора у нас отсутствует. Я читал книгу из-за в 1917 году «Искусство спора». Писал ее Паварнин, православный философ. Отличная книга. Как-то роковым образом она вышла в 1917 году и потом больше не издавалась. И вот мы потеряли, может быть, из-за того, что эта книга не переиздавалась. Потеряли искусство спора, да? Я хочу вас спросить, вот какого Христа вы в изобразительном искусстве более всего принимаете? Вот как вы относитесь как-нибудь к Христу? Да. И вот я еще хотела спросить, вы стихи Иннокентий, Федоровича Орецкого знаете? Да, в общем. Раздумки на камне, незакамень им найденный больно. Вот никак вы не соотносите это с космой хорошее. Я никак не могу сказать, я не запросил. Ну, я, пожалуй, над этим словами не думал, но это особое мирочувствие. Есть армокрифический Евангелий, где Христос говорит, подними камень, и я там нахожусь. Вот. Ну, значит так, во-первых, художественные трактовки образы Христа в искусстве. В общем, скажу вам откровенно, мне кажется, что ни одна из них не исчерпывающая. Есть прекрасное изображение Богоматери. Ну, Владимирская Богоматери это гениально, это неповторимый эталон, образец. И многие другие. Но такого эталона, который бы был орален Владимирской Богоматери образ Христа, нет. Конечно, чудесен и Спас Рублевский, Спас Новгородский. В европейской живописи мне лично близко образ Джотто на его фресках. Это прекрасный образ. Некоторые изображения Христа у Эль-Грека. Как ни странно, тут мы все с Васнецова ругали. Есть образ Васнецова, где Христос в Терновом Венце. Я не знаю, это, вероятно, образ погиб. Он был на макиле офицеров, погибших при беспорядке в 1905 году. Наверное, памятник сломан. Но есть множество его фотографий. Вот этого образа. Мне он лично ближе всех. И во всем мировом искусстве. Но это чисто субъективно. Может, потому что я с детства привык видеть перед глазами. А насчет Иннокентиянецкого я просто не помню этого стихотворения. Не помню сейчас. А насчет перестройки я вам скажу ясно, четко. Мы подходим ко всему этому как потребители. И часто в общем, что началась перестройка, того нет и этого нет. и мы привыкли верить в общем глупом обещании, что у нас сейчас возьмут и из воздуха сделают нам колбасу. Все это ерунда. Когда полвека с лишним ломалась экономика, политика, идеология, все было превращено в кашу, еще в кровавую кашу, после этого оздоровление общества не может произойти в один день. Придется ждать может быть не одно поколение. Перестройка начала этот процесс. Она начала пока в области того, что раньше называли надстройкой. И это правильно. Потому что в сознании людей произошли страшные, чудовищные искажения. Болезнь-то внутри была в сознании людей. Дело не в структуре, а именно в сознании людей. Есть замечательная очередь Росохватского психолога, кажется, в учительской газете, где живет Сталин. Там объясняют, что Сталин живет в каждом из нас. Это страшный паразит. Паразит. Достоевский писал о трехинах, которые поселяются внутри человека. Так вот, я как-то видел один из фильмов ужасов на тему из Достоевского. Там ученый создал таких трехин, вот они залезали в людей, и люди безумные сходили с ума и заражали друг друга. Все это происходило в нашей истории, в недавней, в которой многие здесь присутствующие помнят, я их помню. Так вот, перестройка это решительный и трудный акт, который пытается повернуть ход истории. И как ей помочь, все зависит от того, кто ты. Каждый на своем месте может это сделать. Но самое главное вытравлять Сталина из себя. Так. Нет, 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 я смотрю. Нет, это тут одинаково. Нет, все нормально. Вот такой вопрос юмористический, но мрачный. Представьте себе, что в ответ на вашу проповедь наш нынешний мир протянет руку церкви. Не протянет ли от этого церкви в ноги. Достаточно она у нас сегодня духовно крепка, чтобы не потерять свою соль, так сочетать мир сей и мир высший возможный. Вы не от мира сего. Попросительный знак. Да, в условиях периода застоя и прочее было бы неплохо быть не от мира сего. Но, увы, мы были также под колесом истории, как и все остальные. Если наука необратимо, трагически пострадала в эти периоды, потеряв своих лучших сынов, разорвав традицию научных исследований, если литература имеет целый мартиролог, пору издавать целую энциклопедию погибших писателей, если самые различные сферы деятельности от военного дела до крестьянства были под обстрелом тирании, то наивно было бы считать, что церковь одна из мишеней обстрела, одна из главных мишеней обстрела, что она не пострадала таким же образом. И наши богословы, руководители, духовенства, все они разделили общую участь, или эмигрировали и погибли. Традиции разорваны, библиотеки уничтожены, храмы закрыты, взорваны приличным складом, сознание верующих на нуле, потому что на протяжении последних десятилетий мы впервые стали получать достаточное количество евангелий, чтобы хоть половина сидящая здесь могли это иметь. А ведь раньше этого не было. Значит, духовное христианское невежество было характерной чертой именно церковной среды. В то время, как какой-нибудь историк мог у себя дома держать Евангелие, сотни тысяч верующих, десятки тысяч его не имел. Что же после этого ждать от нас? Насчет протягивания ног я, конечно, надеюсь, что не протянет, но проблема очень сложная. И поэтому, как недавно кто-то писал, где-то тогда считать мы стали раны товарищей считать. Вот такая сейчас картина. И все пострадавшие, все инвалиды, как-то надо из этого выбираться. И не надо думать, что мы церковь это какой-то заповедник, куда не ступала нога тирании. Это безумная наивность. Это полная неведенная история. Много тирании туда в первую очередь ступила. Прежде чем истреблять писателей, сначала истребили духовенцев. Потом уже взявы начальника взялись. Значит, мы не были исключены. Значит, последствия налицо. А что будет? История есть история. Посмотрим. Может быть, что-то у нас по сусечкам поскребем, что-нибудь найдем. А патриарх Тихон своей смертью умер? По свидетельству очевидцев, есть документ написан его врачом, которого лечил. Он умер от грудной жабы. Она подробно, эта женщина, описывает его смерть. Это все, что я могу сказать. Я эти воспоминания читал. Но после заключения, после переживания, он был старый человек, действительно больной. Неудивительно, что его сердце не сдало. Тем более, что тогда и медицина была не на очень высоком уровне. Можно мне один маленький медицинско-философский вопрос? Пожалуйста, любовь. Сталин, выдвигая идею мумифицировать тело вождя, не опирался ли на убежденность и церкви, и народа о том, что для святого, для святости необходим атрибут нетленных мощей? Я не знаю опираться над сознательным, но бессознательно думаю, что да. Бессознательно церковные традиции в извращенной форме нас продолжали жить. И цитирование слов Сталина, как из священного писания, обязательств указаниям, какой том и какая там страница. И эта цитация уже била противника без промаха. Отвечал цитатой, как тузом бил. И трестные ходы, так сказать, своего рода, иконы. Сталина не надо было писать, и нельзя было писать, как попало. А это был иконописный канон. Он освещался и давал сопленный санкции, добро. Я примерно помню, сколько было этих канонических вариантов. Был целый подлинник такой, по которому писали и вешали всюду от музея, исторического музея до разных парикмахерских. Всюду было. Так, тут один, немножко смущает меня, то, что человек говорит о своем грехе, о трудностях. Но я не думаю, что нам бы с лилосами обсуждать эту проблему, что он хочет из нее выйти, но не получается. это надо решать в личном плане. Вот подойдете, мы поговорим. Что испытывает души младенцев, которым не дали родиться? Вот вопрос задан некорректно, научно некорректно. Я не представляю себе, что они испытывают. но, конечно, это варварство. Убивать детей это варварство. Как представляете по смерти существования души до воскресения человека в конце времен? Вы знаете, наверное, многие из вас читали книгу Муди о жизни после жизни. Я сам знал такие случаи. Большинство людей с трудом описывают эти состояния. У нас нет в языке таких слов. Поэтому здесь только может быть символы условия. Как вы относитесь к творчеству? Как знак образа и подобия ворца в человеке? Вот так. Второе, как вы относитесь к творчеству Ренана и его произведение о Христе? Ренан был талантливый исторический писатель. Но образ Христа им занижен до такой степени, что совершенно неправдоподобно, что такой персонаж мог создать мировую религию. Верите ли вы в переселение душ? Я весьма сомневаюсь в этом. Хотя, в общем, это не так важно. Важно, что душа бессмертна. Считаете ли вы, что огромный авторитет литературы в России ненормальное явление из-за молчания церкви 18-20 веков? Все точно. Именно потому литература заняла какое-то место сакральное, потому что церковь вынуждена молчать. То есть, не церковь, а иерархия, духовенство. Писатель, он был вольный человек, что скажет, то и ладно. А здесь очень здорово доставалось всем, кто чуть-чуть пошевелится. на пороге 2000-летия христианства, как вам кажется, нуждается ли наша страна в евангелизации? Вот Лизков считал, что она сто лет назад нуждалась в этом. А сейчас, тем более. Не можете объяснить, почему сейчас так много людей принимают людей о чистоте только православной церкви? Почему так заразить на этой идее? Но вообще, разумеется, каждый человек должен любить свою конфессию, потому что он в ней находится. Иначе, почему он в ней находится? Просто по традиции нет. И, конечно, он должен верить, что эта конфессия настоящая христианства. Но это не должно нас вооружать против других конфессий. Потому что все равно все, кто верует во Христа, принадлежат ему. Значит, разделение здесь человеческие, исторические, психологические условия. Но те люди, которым чуждо понимание, что есть иные какие-то точки зрения, что есть иные трактовки, эти люди всегда находятся в общем скорее на низком уровне культуры. Потому что низком уровне культуры соответствует неприятие чужого. Человек высокого духовного уровня, он понимает чужое. Чужой стиль, чужой музык, чужое искусство. Человек примитивный понимает только свое. И это тоже самое происходит в области церковной. Я всегда вспоминаю историю с одним английским ученым. Он очень любил Франциска итальянского католического святого и специально поехал в Ассизе, чтобы побивать тех местах, где жил Франциск в средние века. И вот он увидел на дороге поднимающийся в гору толпу итальянцев, которые шумно крикливо себя вели и пели какой-то нестроенным хором, пели какую-то песню церковную. И как-то ему не понравилось это на заключение, у него металла мысль, что это не моя религия. И он себя поймал на это. Он понял, что этнографические различия сделали его чуждым в той среде, которая и породила Франциска. Короче, это слабость, это немощь, это грех, это ограниченность. И поскольку сейчас у нас так и наивист, поэтому люди боятся чужого. Я и сам помню, когда мне было лет 12, я первый раз пришел в аптистский храм, молитвенный дом. Мне показалось все так странно и даже как-то отталкивалось. Но потом я понял, что это была глупость с моей страной. Гимн творчества как соединить с покаянием вслед грехопадения. Дело в том, что это нисколько не мешает покаянию. Нисколько. Потому что когда мы творим, мы творим неполную силу. И грехопадение конечно искажает многое в нас. Накладывает печать и на любовь, и на труд, на социальные отношения человека, даже на веру человека. Человек имеет эту печать на себе. Поэтому что-то говорит. И может накладывать и на творчество тоже. Так. Вопрос, который остался открытым для Достоевского. Оправдание насильственной смерти и всеобщее духовное совершенство. Вопрос сложный. Но я не знаю, что здесь имеют упрошающую в виду. Потому что может быть речь идет о бунте Ивана Карамазова или о какой-нибудь другой тематике его произведений. он насилие Достоевский терпеть не мог. Вы помните, как он писал о ужасном унижении человека, вспоминая о своем расстреле, так сказать. Это но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что он довольно неконкретный, может потом как в одной современной музыке. Но я не слишком разбираюсь, но я считаю, что для каждого времени музыка должна быть современной. То есть должна быть хорошая музыка. И она отражает кризисы и катастрофы своего времени. Разумеется, мы можем любить сейчас Баха. И в какие-то моменты он нам созвучит. Но если бы мы только Баха одного послушали сейчас, это было бы фальш. Наше время обладает своими особенностями. И музыка должна соответствовать им. Но это должно быть хорошая музыка. Верите ли вы и церковь в знаки Зодиака? И как вы относитесь к подобному роду верам? Не верю, я знаю, что они существуют. Тут не надо верить. Звезды над нами есть, и знаки Зодиака тоже. Влияет ли космос на человека при рождении? Думаю, что влияет. Но это не роковое влияние, ведь наследственность тоже влияет. Но мы не можем на нее все свалить. Что такое спасение? Можете спастись нехристианином. Спасение, я уже говорил, это приобщение к высшей божественной жизни. Сегодня и здесь. Христианин потому более адекватно спасается. Потому что для него приобщение возможно через личность Христа, то есть человеческую личность Христа. Это для нас наиболее адекватно. А для нехристианина Бога остается все-таки далекой тайной. Это тот же Бог, но все-таки далекой тайной, который говорит с Ним не человеческим языком. Можно сказать для наших современников в России, что они знают о глагой вести, то есть неверующий сознательно выбирает свой путь. Нет, конечно, не сознательно. Ничего они не знают. Тут верующие-то не знают. Есть ли в Москве библиотека духовной литературы? Нету. А будут ли? Хотелось бы, но едва ли мне это известно. Вообще должны быть прицепки вах. Так, по идее. Скажите, пожалуйста, дается ли нравственность от природы? Что важнее для ребенка? То, что заложено от природы или воспитания? Всякого ребенка можно воспитать. Вообще природная очень сильная вещь. Очень сильная. И думать, что ребенок это глина, которую можно лепить как хочешь, это значит подгадываться иллюзиями. Но вот я как-то был у одной женщины, которая собирала камни и шлифовала их. И каждый камень играл своей красотой, потому что он был распиленный от шлифов. Вот так изначально данные ребенка шлифуются воспитанием. Но от шлифовки нельзя сделать камень драгоценным, например. Нельзя превратить там, скажем, сердолик в гранит. каждый камень он есть. И надо принять своих детей такими, как они есть. Это трудно. Мы все ведь родители такие эгоисты. Нам хочется обязательно их под свою мерку. Но это все-таки искушение. Надо принять их и шлифовать. Воспитание это только шлифование. В большинстве случаев, конечно. А заложено природо разное. Иначе в одной семье с одним воспитанием не было бы различных детей. Как вы думаете, участившись по всему земному шару страшной стихийной бедствии, это только реакция природы на разрушительную деятельность человека? Или свое родо предупреждение людям, посылаемое Богом? Ну, и то, и другое. Я думаю, что реакция природы. Я уверен, что природа ощущает наше зло. И в конце концов, когда доходит определенная точка кипения, она начинает бурно реагировать. Хотя это, в общем, внешне обычный тектонический процесс. Ну, а через это и действует промысел. Только не надо это понимать так буквально, что Бог там сидит и посылает туда-сюда землетрясение, чтобы нас разумить. Это упрощенная схема. Существует изображение святых. Значит, в виде деревянной скульптуры. Сейчас в церкви не принят такие изображения. Разговорите, пожалуйста, почему у католиков принято изображать святых, а у нас нет. В общем, это дело художественной традиции. В России тоже статуи были. Вот я помню, как-то я был в церкви в Горовске, там есть несколько статуй. Статуи Николая Угодника деревянные, статуи Христа в темнице, вот, в Перми известные многочисленные были статуи, в Западной России, то есть в Западной Украине много статуй. Но, в общем, в древнерусском искусстве не привлечь. Почему? Это наследие Византии, которое предпочитало мелкую пластику, рельеф и икону, и фреску. А объемная пластик Византия не любила. Но это уже история византийского искусства опасения. Так. В чем смысл, цель и сущность брака? В реализации любви. Какие отношения двух людей может считать браком? Венчание, регистрация в ЗАГСе, сожиться, существование, интимные взаимоотношения и так далее. Венчание лишь только освещает существующий брак. Регистрация в ЗАГСе тоже признается церковь как гражданская констатация брака. Сожительство может признаваться браком только в том случае, если люди приняли ответственность друг за друга на себя. И поэтому это главный признак, что люди взяли ответственность друг за друга. Но при этом им приходится тащить многое. В каких случаях возможно целесообразный развод? У которых развода нет. в православной церкви он допускается. Когда люди не могут уже жить друг с другом, то это лучше, чтобы они уже и не жили. Потому что некоторые считают ради детей. Ради детей. И вот дети смотрят, как живут люди, которые каждый день ведут войну. Тяжелую, затяжную войну между собой. Едва ли это детей как-то может укрепить. Возможно ли уход из семьи ради чувства третьему человеку? Говорят, Бог сотворил. Да. Бог есть любовь. И так далее. Уход оттуда, где нет любви, где любовь есть Богу. Ну, возможно, мы такие случаи знаем. Возможно. Но каждый случай надо разбирать отдельно и конкретно. Во всяком случае церковь это допускает. Допускает как печальное следствие неблагополучия семейного неблагополучия любви. Брак перестает существовать. Он распадается. Или остается пустая его форма. Если она терпима, так человек до конца от нее тянет ее. Вот. Католическая церковь борется с этим таким образом, что она следует слову Писания строгой, она развод вообще отрицает. Павел Флоренский и Духачевский погибли от сиронической руки. С точки зрения христианской этики оба ли они мученики? Или есть разница? Христианские мученики это те, кто погиб за веру. Кто, скажем, мог бы спасти свою жизнь отрекшись от веры. Я понятно объясняю? поэтому Духачев здесь ни при чем. Боюсь, что и Флоренский был схвачен не за то. Он, так сказать, попал просто под общую репрессию. Если бы он был просто свободным философом, не священником, он так же попал. поэтому с точки зрения церкви вот сейчас у нас требует очень многие почитать мучеников, новомучеников российских, погибших вот уже в новое время. Это не так просто, потому что необходим анализ каждого случая. Потому что зарубежная эмигрантская церковь, так называемый крыловчаник, они прищисят крик святых их оптом во главе с царем, бывшим царем, отрекшимся от престола, Николаем Вторым. Но как бы ни было, какие бы ни были у него личные качества, но он был человеком, который погиб не потому, что он был христианином. Если бы даже он публично отрекся от Христа, его бы все равно убили. Его убили, потому что он был царем. Это была политическая месть, политическая расправа с ним. Я думаю, что Александр Второй тоже так же, потому что эти люди, убивая царей, они убивали правителей. Они хотели, это был террор снизу, террор сверху. Также можно считать мучениками тех, кто погиб 9 января, когда шли с хоруговыми на площадь. По ним стреляли, многие погибли совершенно невинно. Это уже были не политические дети, а простые рабочие гидрограды. Короче, строго говоря, христианскими мучениками можно называть только тех, кого вынуждали отречься от веры, кто предпочел умереть, но не отказаться от веры. Вот такова, значит, тут критерия. В широком смысле слов все пострадавшие мог называться мучениками. Отцы церкви были творцами канонического права. Право это отлучает от тайн сейчас за много лет за какие-то грехи. Какова церковная практика сейчас? Как согласуют широкий взгляд на мир отцов церкви и суровость такой практики созданной? Каноническое право было создано уже скорее в эпоху Византии, когда возобладали другие тенденции, но не в эпоху отцов церкви. Как вы думаете что мешает современному человеку обратиться поверить в божественный разум войти в церковь? По много причин внутренних и внешних. Во-первых человека от этого отучили, во-вторых сама история христиан отнюдь не была безгрешной и безопятной, в-третьих тенденция все объяснять рационально, в общем мифологически тенденции. Она как-то людей тянет в сторону, где якобы все может быть на пальцах показано. Но на самом деле вопрос тут воли. Я здесь всегда вспоминаю случай, который произошел с одним мне близким человеком. У него была жена неверующая церковная, и когда он стал ей говорить о своем обращении, своей вере, она ему сказала, знаешь, Володя, мне и так тяжело жить, может все это правильно, не надо мне ничего говорить. Не надо. И так на этом их разговор кончился. Она не хотела, понимаете, мы выбираем, всегда выбираем, пойти или не пойти. Поэтому Христос говорит, иди сейчас, решайся, пойти по моему пути. И когда человек открывает Евангелие, в этот момент голос зовет его. Это вопрос воли, это вопрос выбора. И именно этим объясняет следующая записка, когда говорится, почему Христос сказал предоставить мертвых, хоронить своих мертвецов. Он сказал человеку, который колебался, иди за мной, а то мне надо еще на похороны идти. Сказал, пусть мертвых хоронят мертвецов, ты иди. Это был тот парадоксальный язык, которым Христос показывал необходимость неотложного, решительного, важнейшего шага. Скажите, пожалуйста, о судьбе наследия Флоренского. К счастью, значительная часть его рукописи была сохранена семьей после его ареста, и понемножку стало это печататься. Сначала в светской прессе, потом в церковной. Таким образом были опубликованы его лекции о культе, его незаконченной книгой иконостас, целый ряд его статей. За рубежом вышел сейчас первый том собрания его сочинений, его автобиографические заметки напечатаны в журнале вот в прошлом году литературная учеба в Альманахе, Прометее и в других органах. Потихонечку все это собирается, и, вероятно, много еще осталось неизданного. Вот главная его книга об этом разделе мысли, она, в общем, не была закончена, но все элементы основные, ее, по-видимому, существуют в рукописи. Каково понятие Бога для современного образованного человека? Я думаю, оно не менее возвышено, чем для библейского пророка, для Платона или для, скажем, древнего мудреца Китая. Бог есть последняя и высочайшая реальность, источник всего того, что мы видим в мире совершенного, разумного, стройного и прекрасного. Начало всего, лучше всего об этом говорит поэт Державин. Я всем вам рекомендую прочесть его знаменитую оду, которая так и называется Бог. В русской литературе едва ли есть лучшее произведение, говорящие об этой последней тайне, о пределе реальности. И там есть такие строки, что это есть Бог. Дух всюду сущий и единый, кому нет местной причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Есть бесноватые психически больные, или это одно и то же. Если есть бесноватые, то кто это? Я думаю, что бесноватые даже называются те люди, которые оказываются носителями вот таких вот демонических сил. Это не просто психические болезни, это значительно страшнее, это связано с злой волей в человеке. Самое опасное, когда беснование думают, мыслят по образцу инфекции, как в знаменитом фильме Экзорцист, некоторые из вас может быть по видео смотрели. Он потряс Америку, Европу, вот там этот дух заражает девочку, которая уже ни в чем не виновата. А я думаю, что беснование всегда есть согласие воли на зло. Вот тогда-то он поселяется там хорошо. Будет ли второе пришествие страшный суть? Про такой страшный суть? Это торжество правды Божьей. Потому он называет страшным, что история такова. Обязательно это будет на земле. прокомментируйте пожалуйста Евангелие от руки. Если кто приходит ко мне и не воззиновит отца свою мать, жены и братья и так далее, не может быть моим учеником. Специфический библейский язык слово ненависть употребляет часто совсем не в нашем смысле. Поэтому переводчики, которые здесь дали это буквально, они неправы. когда Христос говорит, что воззиновит это значит предпочесть. Человек должен предпочесть свой путь, а потом уже родственные связи. Это очень важно. Это каждый должен понять. Что если тебе говорит близкий не иди по этому пути, но тебя Бог зовет. Ты должен идти. Так поступали все убежденные люди, независимо от религии или посреди. Разговорите пожалуйста подробнее о взглядах Бердяева. Боюсь, что для этого у нас не хватит времени. Книга, которая содержит только перечень произведений Бердяева, довольно большая. Там только перечень. Но вот как мне стало известно, общество возрождения собирается в Москве в скором времени устроить вечер памяти Бердяева. В прошлом году исполнено 40 лет со дня его смерти. О нем были публикации у нас в прессе, в книжном обозрении и в ряде других изданий. И по-моему 26 февраля, если я не ошибаюсь, этот вечер может состоиться в одном из клубов. вот там вы может быть услышите что-то более подробное. Что человек современ вне необходима церковь. Это не я считаю. Так считает Христос. Если бы он так не считал, он бы не создал общину людей, которые есть церковь. А просто каждому бы дал эту истину. Каждый мог частным образом приватно изучать и углубляться. Ну вроде как йогой человек занимается. Встает утром делать упражнения и не обязательно мы с кем-то это вдвоем делать. Христос создал общину людей. Поэтому это его воля, а не моя. Скажите пожалуйста, как представляете себе ангелов, сатану и беса? Ну конечно не в виде каких-то хвостатых существ. Дело не в хвостах, это народная так сказать фантазия так представляет. Кто хочет ощутить, что такое темная сила, прочтите роман Федора Сологу мелкий вес, он раз сдавался недавно. И там вы почувствуете со всей отвратительностью. Как вы относитесь к последним данным о Туринской плащанице? Достоверны эти данные? Не знаю, но церковь никогда официально не считала ее подлинным реликвием, а считала ее произведением искусства. Только наука в конце прошлого века, в самом конце поднимала этот вопрос и в течение ряда десятилетий он дебатировался. Как не искусства? Но вопрос еще не совсем ясен. Возможно ли для христианина участие в насилии и убийстве? Например, защита Отечества и так далее. Я думаю, что христианин должен защищать Отечество. Это нормально. Если он будет сидеть, сложа руки, это невозможно всем из... Это будет безнравственно. Христос говорит, что высшая любовь, это когда человек полагает свою душу за ближних, за други свои. Так необходимо защитить Отечество. Когда насилие, убийство не есть грех, когда она согласится с учением Христа. Оно всегда есть зло, как война есть зло. Но есть зло необходимое, трагическое, а есть совершенно преступное. Лучше быть убитым, чем убить. Но это особая сфера. На войне так рассуждать нельзя. Человек воюет не потому, что он хочет кого-то убить. Пришел кровожадный солдат хочет убить. Он защищает все Отечество. Он вынужден это делать. Вовсе не потому, что он просто какой-то садист. вы предлагает нам борьбу со злом, отречение от аскетичности, при этом ссылаясь на Евангелие, говоря, что Христос боролся со злом. Не кажется ли вам, что Христос был Богом, а мы, слабые люди, должны следовать заветам Бога. Во-первых, Христос сам сказал «Научитесь от Меня». И еще Он говорит «Вы называете Меня Учителем и правильно делаете». Значит, Его жизнь была перед нами не просто как некое зрелище величественное, но к нам не имеющие отношения. А это все-таки был великий пример жизни. Разумеется, Христос для нас, христиан, был откровением Божественного. Он был Богу-человеком. Но ведь Он был Богу-человеком, который себя приблизил к нам. Поэтому Божественное в Нем было уничиженным состоянием, вскрытым, вскованным. Он был человеком смертным, при том человеком. Церковь никогда никогда не отрицал настоящей борьбы со злом. Поэтому святой митрополит Филипп выступил открыто против Ивана Грозова. Поэтому Максим Грек выступил против злоупотребления власти, за что был посажен в тюрьму. Поэтому многие христианские святые подвижники и учителя боролись со злом открыто, а иногда даже с военным злом. Мы знаем, что преподобный Сергий был на стороне Дмитрия Донского, считал, что он правильно делает, что выступает в открытую борьбу с полчищами Мамая. А если нет, то значит он должен сказать ему сиди, пускай Мамая идет и жгет все. Но он так не сказал. Значит не только Христос, но и святые показывают нам, что борьба всякого рода необходима. Как вы относитесь к тому, что Евангелие стоит 100 рублей с величайшим приспормием? И церковь может помочь тому, чтобы Евангелие стало больше, чтобы они были подешевле. Боюсь, что размеры тиражей зависят не от церкви. Как вы относитесь к пониманию Бога в произведении Айтматова Плаха? Мне в этом произведении нравится только, что про волков та часть. А остальное мне кажется недостаточно квалифицированное. В общем, это не то. Он замечательный писатель, Эйтмат. Замечательный. Я не хочу углубляться в детали. А здесь ему не повезло просто. Но большой писатель имеет прав на такие проколы. Это прокол. Вся история с этим Авдеем прокол. что значит хотя замыслы были бы прекрасны. А все остальное у него замечательно. Что значит блаженный нищий дух? Всех этом очередь. Без конца. Целый год задает этот вопрос каждую неделю. но повторю. Тут два смысла. Первый смысл это то, что человек, который не делает идеалом приобретение, богатство, роскошь, вот все то, что считается высшим образцом счастья для людей всегда. А что он не просто нищий так, потому что ему не повезло в жизни, а он духовно свободен от вещизма. И второй аспект этого толкования. Он желает духовных богатств. Он их просит. Нищий просит хлеба, денег. Духовно нищий. мечтает о том, чтобы ему дали духовные дары. И он получит их, говорит Господь, блаженный, счастливый, нищий дух. Они это обретут. Известна вам скульптура Христа в Донском монастыре Андреева. Он же автор скульптуры Гоголя и Островского. Что вы можете сказать о ней? Спасибо. Это самый любимый мой образ Христа в мировом искусстве. Вот меня спрашивают, и я как раз забыл это сказать. Вот эта скульптура Андреева из Черного Камня в Донском монастыре мне бесконечно нравится. Бесконечно. Вот известно, что она сделала в начале века. Андреев известный скульптор. И мне кажется, он больше не возвращался к таким сюжетам. Во всяком мне не известно. Потом он вообще делал всякие политические персонажи. Но это не важно. Важно, что он кажется, но он меня спросил. Вот я отвечаю. Мне это известно, я очень люблю. Каждый год я хожу к этой статую как паломник. Как вы понимаете... А, может здесь? Как вы понимаете, исполнение надеж и чаяния личности отдельно и общества человечества ради чего? жить для жизни. Жить для жизни. Ради чего? Да. Сложно разобраться. Так, ну мы сейчас же чаем. В общем, я первый вопрос не понял. Как вы понимаете, исполнить надежды чаяния личности и общества, ради чего жить. Насчет смысла и цели жизни я уже сказал. Так ли верно, что творчество, художественное христианство непротиворечиво? В одном ведущем началом является индивидуализм, эгоизм, другом альтруизм, приоритет внешнего. Вся история церкви показывает, насколько христианство было всегда руковод руку с искусством. Не будь христианством не было ни Рублевской Троицы, ни явления Христа народа Иванова, ни Рафаэля, ничего другого. Религиозная жизнь отбирается опять, что-то меня почти какие-то загадочные вопросы. Религиозная жизнь определяется общественной формацией человеческого общества, первопытного общества, язычества, феодального и т.д. христианства. Понял вопрос. Сразу причаю. Христианство зародилось в античном обществе, жило в эпоху феодализма, капиталистического общества, живет и в наши дни. Оно не зависит от этого. Он только какие-то облекает формы более-менее соответствующей эпохи. Но суть его остается вечной. Так что формация здесь ни при чем. Поэтому мы можем читать священные писания, написанные на Древнем Востоке в античные времена. Каково состояние христианства сегодня? Ну, это вопрос такой бесконечный. Я мог сейчас начать и еще целый час говорить. И это было мало. Так, тенденции трех религий к объединению. Это мы называем супер-экуменизм. К объединению нет, но к диалогу да. Есть несколько, можно несколько слов о своих родителях в жизни и семье. Родители у меня были москвичами. я родился в Москве. Отец у меня был инженер, мать филолог по образованию, мать воспитала меня в христианской вере, и уже в 12 лет я принял решение стать священником. И дети у меня воспитаны в христианской вере. Служу я сравнительно уже 30 лет. Может ли душевная больная в принципе касаться высшей реальности? В зависимости если личность сохранна, то может, конечно. Надо ли конкретизировать виды нашей битвы со злом и приблизить к евангельскому, побеждая зло добро? Да, замечательно сказано, действительно. А иначе церковь христиан потеряет свою суть и не станет местом на земле для истины Христовой. Конечно, Христос лишь в крайнем случае взял бить, чтобы гнать продающих и покупающих. Это были экстремальные случаи. Все-таки обычно он так не делал. Поэтому побеждать зло добром это принцип сформулированный апостолом Павлом он является главным христианским принципом. Итак, дорогие друзья, наше время уже стекло. Я очень благодарен вам, что пришли на нашу сегодняшнюю встречу. Сами вы понимаете насколько глубоки были вопросы, которые вы задавали, насколько трудно было ответить на них коротко и ясно, но я постарался осветить то, что я мог. Те из вас, кто заходят и услышат какие-то других вопросы, вероятно, смогут прийти на другие вечера, которые мы устраиваем в разных клубах и других подобных помещениях. Благодарю вас за внимание. Аплодисменты отец. Аплодисменты